Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы вновь, как всегда, вспоминаем с вами, что Люберцы – это территория спорта. Поэтому у нас в гостях не просто наши спортивные участники всевозможных соревнований, связанных с тяжелой атлетикой, а еще и победительница. Обо всем по порядку. Начнем, наверное, все-таки с тренером Кирилл Андреевич Завадский, спортивная школа Олимпийского резерва, тренер сборных женских команд России по тяжелой атлетике. И Лидия Соколова – серебряный и бронзовый призер Европы, или призерка Европы, как сейчас модно говорить, чемпионка России и победитель самого свежего соревнования – это спартакиады учащихся России 2022 года, которая проходила в самом конце августа с 26 по 31 августа. Все верно я сказал, Кирилл Андреевич? Да, все точно. Ну, давайте сразу же. Насколько спартакиада важна вообще для спортсмена? Ну, это самый главный старт в их возрасте, спартакиады сильнейших, потому что туда идет жесткий отбор. То есть просто так не попадешь туда. Мы в мае месяце проходил у нас чемпионат Центрального федерального округа в городе Ярославль. Мы там выступили и попали в команду. И, соответственно, готовились к ней. Как бы лето у Лиды был 11 класс. Это экзамены, поступление в институт. Сейчас мы ее попытаем, да. И, ну, поэтому хорошей, полноценной, так сказать, подготовки не получилось. Она всего подготовилась там дней 20. Наверное, мы последний сбор отсидели вроде. Ну, собралась. Собралась, да. Собралась и показала. Порвала зал, да? Порвала зал. Лидия, скажите, пожалуйста, ну, первый вопрос, вы понимаете, он должен быть обязательно традиционным, от нее никуда не денешься, все его ждут. Почему же все-таки такой вид спорта? Кто вас привел? Где бальные танцы? Где, я уже не знаю, хотя бы, я не знаю, там, рапира или сабля, бег, ну, в конце концов, даже где-то женский футбол уже можно простить. Как, как вы пришли в это? А я сама пришла. Увидела по телевизору. Так. До этого я занималась легкой атлетикой, баскетболом. Решили утяжелить ее. Командные игры у меня не пошли. Да. Увидела по телевизору, как тренируется сборная команда, и вот как бы допытывала маму, есть ли у нас такое. Ага. Ну, мама нашла. А мама не отговаривала? Ты что, зачем? Отговаривала. Как это будет вырастишь, тебе же детей рожать и так далее. Что ты куда-то отговаривала? Отговаривала. Но вы были настойчивы. Да. Привела. Ну, первый год родители как-то не особо относились. Ага. Серьезно? Да. Ну, пусть походит, да, и ничего страшного. Папе все всегда нравилось. Папа на вашей стороне, я понимаю, да. Ну. Папа спортсмен? Нет. Нет? То есть вы единственная такая спортсменка, активная в семье, да? Да. Ну, и когда вы поняли, что вот мое, что вы, ну, душа успокоилась? Да вот как-то у меня все виды спорта. Я один год позанималась и вот переставала нравиться. А тут... Что-то задержалась. Да. Ага. Задержалась и как бы нравилась и не хотелось уходить. Ну, давайте мы раскроем все-таки тайну, чем конкретно вы занимаетесь. То есть есть же легкая атлетика, там такое ощущение, что миллион, да, видов спорта. А у вас все-таки тяжелая, да, атлетика? Да. Это что? Вот то, что мы понимаем, то есть поднятие этих самых тяжестей? Это... Ну, у нас два главных упражнения соревновательных – рывок и толчок. И все, кстати, все думают, что одно и то же, но это разные вещи, безусловно. Да, это разные вещи. А вам что больше нравится, рывок или толчок? Толчок. Рывок – это когда ты штангу поднимаешь сразу наверх, а толчок ты сначала ее берешь на грудь, а потом... Ну да, есть еще возможность подумать. Да, то есть там раз, а тут можно еще сейчас, я тебя доведу до ума. Да. Вот. Ну, мы вернемся, очень интересно с вами общаться. Как вы понимаете, девушка и тяжелая атлетика, тут для журналиста просто поле такое. Тем более, как сказал Кирилл Андреевич, еще и школа была, как это все можно совмещать. Кирилл Андреевич, вы у нас женский тренер. Даже сейчас вот фильмы будут, еще будет скоро один фильм, где будет известный актер играть тренера женской волейбольной команды. Вот скажите, пожалуйста, а в чем отличие-то? Потому что, например, наверняка многие вам завидуют, но кругом одни дамы, да, с другой стороны, мужчина среди дам, у них отношение к вам, наверное, и не прикрикнешь лишний раз, если бы мужики были. Как вы находитесь с ним в контакт? Ну, Лида, наверное, знает. Ну, сейчас и ребята у нас появились в сборной команде, в нашей Люберецкой команде. Ну, девчонки как, они более трудолюбивые, чем ребята, но чуть-чуть и бывают там капризничают, приходится вот ругаться. То есть немножко вас так доводят чуть-чуть, да. Кричать в зале, потом слезы, и продолжаем работать. А какие, ну, по тому же самое, наверное, слезы и радости, когда происходит хорошо, вот как радуется тренер? Он там прыгает где-то, чтобы никто не видел, или летит обниматься, или сам в порыве штангу поднимает от удовольствия? Нет, ну, мы просто относимся, делаем свою работу. Ну, конечно, если по мне, как, ну, я в первую очередь всегда, если у нас получилось, я поблагодарю спортсмена, там, девочку или мальчика, пожму руку, могу приобнять, там, ну, там, минимально. Скупая мужская слеза с трудом пробивается, да? Ну, как, у нас мой тренер, наставник, вот этот Масманыч, при котором я начал работать в сборной команде, он всегда говорил, ну, мы же просто делаем свою работу, не врачи, не космонавты, говорит, да. Есть поставленная цель, надо добились, все, вы как сделали. Да, и, ну, внутреннее, как удовлетворение, самореализация такая, что и ты смотришь и думаешь, ну, вот сегодня мы так потренировались, думаешь, завтра так, вот план построили, и у тебя что-то получилось, у ученика что-то получилось. Ну, и я про себя думаю, ну, значит, ты что-то понимаешь. А сколько вы уже тренируете? С 2012 года. А, то есть у вас юбилей, то есть опять цветы, должны быть цветы при Новом Годом, да? Видите, Лидия, я подарил вам новый праздник, 10-летие тренерской деятельности. Лида, скажите, пожалуйста, ну, в дальнейшем понятно, что семья в хорошем смысле слова смирилась, уже пошли успехи. Вот вы помните свое первое выступление, когда вы почувствовали, что все это не зря, что вот все, что я тогда захотела, посмотрев этот странный, может быть, для кого-то репортаж, я, в общем-то, уже начинаю воплощать. Что это была за победа? А может быть, не победа, может быть, какое-то призовое место, когда вы почувствовали, что да? Это было призовое место на первенстве Европы в 2019 году, наверное. Да, совсем недавно. Три года назад, получается, да, до пандемии еще. Вот. И какие были ощущения у человека, который этого достиг? Я поняла, что если я буду тренироваться, я смогу сделать все, чего я хочу. То есть есть куда еще ступеньку? Конечно. Ага. Есть. И надо просто тренироваться много. Понятно. Ну, вернемся к 11 классу. Нельзя эту тему, потому что многие запомнили то, что говорил Кирилл Андреевич. Но ведь можно было сказать, чего ко мне пристали? У меня 11 класс, у меня там экзамен, надо это все заканчивать. Дайте мне немножечко, а потом я буду тягать вашу штангу. Или у вас были правильно расставлены приоритеты? И вы все успели? Поступление же было в ВУЗ, и как бы надо было совмещать. А ВУЗ какой? Академия физической культуры. Ну, то есть как бы тут просто взять, принести награды, все сказать, какие экзамены. Берем человека и все. Но поступать нужно. Поступили? Да, поступили. Что за, хотел сказать, отделение? Как правильно называется направление? Нет. Факультет тренерский, ну, естественно, кафедра единоборств и тяжелой атлетики. Ну, по профилю. А вы были одна девушка или еще были? Нет, не одна. Там много девушек поступало. Вот теперь тогда такой вопрос. Мы еще вернемся к вашему выступлению на спартакиаду. Не бойтесь, время у нас есть. Кирилл Андреевич, скажите, пожалуйста, правильно понимаю, что что-то женщины как-то сильнее становятся? Вот вообще во всех смыслах. Здоровее? Ну, то, что они здоровее, это мы знаем. Живут дольше. Как я говорю, сейчас Лида закроет. Уши, как я говорю, что легко проверить на любом кладбище, посмотрев, сколько жена живет, сколько у нас. Да. Но если говорить серьезно, то есть такое ощущение, что слабость какая-то мужская присутствует в поведении, в каких-то повадках. И если раньше в мою бытность, я помню, я еще даже побывал когда-то на чемпионате Советского Союза по тяжелой атлетике. Такой был восторг. Неважно, кто даже поднимает. Такой восторг сумасшедший был. И люди ходили. И, в общем-то, даже, скажем, во многих и сегодня игровых видах спорта, тренировка по тяжелой атлетике тоже присутствует. Там всякие шары мы тягали, я помню, маленькие эти штанги на себе тоже. Вот скажите, есть ощущение, что мужской рот немножко ослабевает, а вот такие замечательные девчонки начинают уже и мужскую работу в какой-то степени выполнять? Ну, как, чтобы никого... Не, ну, в чем-то... А мы сейчас правим, как тренер правильно ответит. В чем-то вы правы, в чем-то, ну, как у... У тренировок. Как у медали две стороны, как говорится. Ну, если, как бы, пойти из глубины, вообще тяжелая атлетика – это, ну, одна из основных упражнений, там, видов спорта практически. На выносливость, на тяжесть. Да, упражнения с отягощением используют практически все виды спорта. Даже в бассейне. Даже в бассейне, да. То есть, и, там, легкие атлеты, борцы, боксеры – все работают со штангами. Так, в любом случае, без этого, ну, силу ты не наберешь. Понятно, специфические, там, свои какие-то специально подводящие упражнения. То есть, сальца надо гонять все время. Да, да. По-другому не бывает. А насчет девочек в штанге, да, если вот отмотать 15-20 лет назад, у нас, допустим, чемпионат страны, дай бог, собирал 40 женщин, 50. А сейчас 120, 130 – это с учетом того, что нужно иметь квалификацию не ниже мастер спорта. Ну, пройти надо этапы, да. Нет, и не ниже, и как бы, и начинать с тех килограммов, с мастерских, то есть ниже ты не можешь. Соответственно, это отбор, это конкуренция, и это определенный какой-то уровень соревнований. Ну, а с ребятами, да, как-то мало стало, или, может быть, в другие виды спорта уходят, как бы тяжелая атлетика не сильно популярна, как бы девчонки остаются, ребята. Ну, кстати, если мы позвали бы сюда врача какого-нибудь, не спортивного только, а такого, который… Ведь, обратите внимание, зимой, например, там раньше даже были такие тарифы, не тарифы, а как-то правило, что зимой вот здесь только женщина может работать, а мужчине нельзя, потому что у него организм не выдерживает такой холод, например, и так далее. То есть что-то в последнее время к нам, к мужчинам, значит, какое-то странное отношение. Я задаю вопрос, Лида, а что говорят ваши вот сверстники, ну, как они с вами общаются, мужики-то, мальчики молодые? Они в курсе, что вы его можете поднять, если что? Да, но общаются как обычно, как со всеми девочками. Ну, завидуют? Да, нет. Нет, но любопытство есть какое-то? Ну, любопытство, да, есть. Ну, а так, в принципе, общаются как со всеми. А когда они спрашивают, а что ты пошла? Да не спрашиваю. Я не спрашиваю. Я не спрашиваю, а говорят, ну, пойдем, поднимешь, покажи. Не верю, покажи. Говорят, да. Понятно. Ну, хорошо, мы вернемся, действительно, поговорим сейчас во второй части о самой спартакиаде, потому что, еще раз обращаю внимание, что это не просто какое-то такое очередное спортивное соревнование, а там лучше из лучших, после этого уже начинается первенство России. Правильно? Это такой предпоследний этап. Вот. И когда все в последние дни лета активно готовились к школе или там к вузу, то Лидия вместе с Кириллом Андреевичем отправились за победой. Как они ее добились, мы узнаем во второй части. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Кирилл Андреевич Завадский, спортивная школа Олимпийского резерва, тренер сборных женских команд России по тяжелой атлетике, а также Лидия Соколова, серебряный и бронзовый призерка Европы, чемпионка России. И вот победитель спартакиады, самой свежей спартакиады учащихся России 2022 года, которая проходила с 26 по 31 августа. А где проходила, Кирилл Андреевич? Да, ну загорать я вижу, что не успела Лидия, по крайней мере. Лида, скажите, пожалуйста, вот эта спартакиада для вас, что это за победа? И как проходила вообще она для вас в вашей истории персональной? Ну, это важная победа. Сколько вы участвовывали, сколько конкуренток было у вас? В моей категории было 8-9 человек. 9 человек, то есть вы фактически из десятки лучше, то есть вы попали, в хорошем смысле, в десятки, да? А там сколько было? Дней-то мало? 5 дней? Как проходили соревнования? По какой системе? Ну, там сначала выступают маленькие категории, там по потокам. Это по возрасту, да? Нет, по собственному весу. По собственному весу, да. Сначала выступают маленькие категории в первый день и так далее, по дням. А вы в какую категорию попадаете? До 76 килограмм. До 76, понятно. В среднем весе. Так, и как, Кирилл Андреевич, проходит? Там что, несколько подходов, попытки же есть. Насколько я помню, может, что-то поменялось. Как проходили соревнования? Ну, в тяжелой атлетике у нас все просто. Помост 4 на 4. Идеи поднимают. Да, бери и поднимай. У тебя три зачетные попытки в рывке, три зачетные попытки в толчке. От меньшего веса к большему. Он побеждает тот, кто набрал наибольшую сумму. И вот так вот все 9 человек, да, Лида, подходили. Да. Вот, потом какая-то кто-то быстрее отсеивается, да. Вот финальная стадия, сколько осталось там человек? Или все 9 шли до конца? Или потом по баллам это все складывается? По сумме. По сумме двух движений. То есть нет такого, что, знаете, как танцуем до последнего. Сначала первый отвалился, потом и вот Лидия в конце уже подходит и берет это. А, и победа. То есть по сумме баллов, да? Нет, по сумме килограммов поднимают. Килограммов. В первом движении и во втором. А вы там еще добавляете, да? Да. Это, мне кажется, всегда такое интересное. А, ну, давайте-ка мне еще. Сколько там, килограмм добавляется или полкило, сколько, как, какая? Минимум килограмм. Да? То есть как вы говорите, куда-то показываете тренеру или кому говорите, чтобы добавили? Или тренер понимает решение? Там сидит специальная... Судья. Судья. Судья по килограммам. Да. Да. Ну, думаем, насколько вообще я готова к весу. А как вы это чувствуете, что я еще... Там же килограмм, я так понимаю, или полкило оттуда полкило и килограмм, либо килограмм и килограмм, да? Это же всегда парно. Да. Да. Как вы понимаете, что я смогу по сравнению с тем, что было? Ну, на прос, по тренировке, по... По ощущениям своим, что смогу. У нас перед соревнованием проходит проходка, так сказать, контрольная тренировка, на которой ты поднимаешь максимальные веса тоже. И вот ты смотришь, насколько ты готов к определенному весу. То есть, опять же, мы возвращаемся к важному вопросу. Люди, которые к спорту относятся только как к дивану, да? Они иногда думают, что ну что там, Господи, иди поднимай. Как там, начиная с гири и так далее. Вот. А тут ведь надо думать. Мало того, надо все время разговаривать со своим телом. А вот как вы, например, вы же с тренером общаетесь, говорите, я готова еще, давайте еще килограмм Киев Андреевич. А он может сказать, нет, сейчас не надо? Может. Может. А как вы чувствуете, что не надо? Ну, все от этапа зависит. И как вот мой тренер в нашем зале, которому вот сейчас будет 60 лет юбилей, через два года нашему залу, он всегда говорил так, что мы в зале тренируемся, упираемся. Он говорил так, то, что здесь, это никому не интересно. Надо вот там в определенный день. Там нельзя ошибиться. Да, надо в определенный день, час, и чтобы там все видели. Здесь то, что вы в зале, это, говорит, никому не интересно. Поэтому, зависимо от этапа, понятно, на Спартакеаде мы, задача была выиграть. Только, ну, обязательно. Уже. Тут без вопроса. Да, уже про килограммы сильно так уже не думали. То есть только победить. Потом, опять же, это жара моря. Как организм себя поведет, надо ей было еще веса сделать, чтобы в категорию попасть. То есть я боялся, сейчас перегонит, веса не будет, ноги чуть подсядут. И чуть-чуть даже мы перестраховались, чуть-чуть поменьше начали. Но в итоге она все три удачных врывки сделала, три толчки и лучше толкнула. Столько не толкала на соревнованиях. Только вот. Хорошо. А конкурентки? Оно же ж, ну, зажигает. Ладно бы там одна выходила, пошла, никого не вижу и ничего не знаю. Делаю свое дело. А тут же ж конкурентки, все видно, все понятно. Тем более, как ни крути, молодые девчонки, правильно, и вот это вот все равно где-то там внутри сидит этот, не до конца еще профессиональный все-таки человек, потому что что-то может неожиданно тебя возбудить в этом плане. Вот бывает, что, ах ты, а я сейчас еще килограммчик добавляю, я тебе покажу. Приехала к нам тут из Ярославля. Мой сейчас тебе. Бывает? Ну, конкуренция, она в основном, ну, выступает легче как-то. У тебя сразу адреналин, и ты больше поднимаешь, когда есть конкуренция. Ну, то есть какой-то плюс сразу, там, бонус определенный организму. Ты понимаешь, что надо выиграть, а когда конкуренция большая, ты не выиграй. Ты можешь не выиграть, и надо вот идти и поднимать. А вот что происходит, когда вы вот подняли первое движение, сделали, и вот тут начинается этот, вот, кстати, в этом плане, конечно, толчок, а дальше что-то смогу-не смогу, да? Что вы в этот момент думаете? Или все уже происходит технологически? Технологически на помосте вас... То есть сначала только как первый пошел, ну, первое движение, вот там еще вы как бы находитесь в размышлениях, а здесь уже технология пошла. Да, в принципе, когда выходишь на помост, голова отключается, и ты чисто на технике. То есть вся подготовка сделана между подходами, то есть все уже просчитано, продумано. А когда поставила штангу, да, снаряд, правильно, да, так-то назвать, вот, снаряд, тогда вот опять включилась и опять проводишь, да, какие-то вот ощущения. Кстати, Кирилл Иванович, а тело, оно же подсказывает, вы же сами это тоже прекрасно знаете. Есть какие-то такие тайны, когда, ну, я не говорю про какие-то серьезные вещи, когда там с рукой что-то, или с ногами, или с коленями, это же, кстати, я так понимаю, тоже у вас сложное место в вашем виде спорта. Тело как-то подсказывает тяжелоатлету, чего надо делать и чего не надо? Опытно. Ну, да, нет, ну, она пока не такая большая спортсменка, как говорится, пока она выполняется. Ну, поэтому мы рядом, да. Ну, да, и, ну, где-то приходишь, там, как самочувствие, как спала, как ела, не ела, там, и уже когда движение начинаешь, понимаешь, давай, давай сегодня идет, давай побольше сделаем, ну, то есть по самочувствию, да. Там, если чуть-чуть не идет, давай поставим чуть поменьше, но сделаем побольше подходов, там. Ну, кстати, возвращаясь к женскому организму, как мы выяснили в нашей сегодняшней программе, что он что-то становится сильнее мужского. Да, ну, или, по крайней мере, выносливее, да, в такую фразу я подберу. А с какого возраста вот девчонкам можно заниматься тяжелой атлетикой? Во сколько было лет, когда вы Лидов пришли? 11. 11, ну, это уже такое. Это вот именно с 11 или можно даже с 9? С 9. То есть, когда уже немножечко кости подогревают? Нет, ну... От чего зависит приход тяжелой атлетики? Да, почему хотелось бы, как нашим... Потому что мы же сейчас показываем, наверняка, может, сейчас какая-нибудь девочка тоже по имени Лида сидит, думает, я тоже хочу, мне нравится. Когда можно прийти? Ну, официально у нас с 9 лет можно заниматься, с 10 официально участвовать в соревнованиях. Но у нас есть вот ее самая младшая сестра потренировывается у нас. Еще и сестру привела. И вторая сестра, и третья сестра была, все были, кроме самой старшей у нас в зале, все девчонки. И просто кости, не кости, там окрепнут, не окрепнут, просто и всем зрителям, нашим жителям Люберец хочется донести, что сначала идет техническая работа на технику. То есть, не сразу, да, таскать. С деревянной палочкой, просто укрепление мышечного корсета, показать угол, посадить девочку, все суставчики поставить на место. А потом уже со временем начинается уже штанга, блины, и дальше уже организм, как говорится, дает ответную реакцию. Не дня без штанги, да, она все называется. А правильно я понимаю, что по большому счету это же все человек рычагом таким становится? То есть, надо максимально сделать его нормальным рычагом, вплоть до техники, чтобы мог поднять все что угодно, правильно сбалансировав себя. Наработать движение до автоматизма, потому что когда спортсмен еще на кураже, глаза кровью залились, пошел, он не понимает, что он делает. Отлетает уже где-то там штанга. То есть, он все, ты, это как бы адреналин, драйвер, ну, я думаю, за это и любят тяжелую атлетику еще, как идет соперничество, когда идет соперники борются. Это способствует увеличению килограммов, повышению результативности. То есть, если нет соперничества, ты начинаешь топтаться на месте, потому что кому-то нужен стимул какой-то, чтобы его кто-то подстегнул. Ну, там, даже пусть не в этой же категории, а в разных, они на тренировках начинают выяснять, кто из них сильнее. Ну, за спорт, да. Лидия, вернемся к вам, времени уже мало остается. Вы не жалеете обо всем этом? И что вот на сегодняшний день, вы уже взрослый человек, да, вы уже будущий, ну, как минимум, играющий тренер, а там, глядишь, и тренер, а судьба такая, что кто его знает? Может быть, мы вас скоро увидим, что вы нас уже и не заметите, скажете, это кто-то пришел ко мне интервью, иди отсюда, да? Вот чего я ему желаю, кстати, искренне. Вот что вам дала тяжелая атлетика, помимо вот спортивных результатов, вот ваших замечательных завоеваний, по большому счету? Ну, я уже не особо помню себя до тяжелой атлетики, потому что... Это была другая Лидия? Ну, я была маленькая совсем. Ну, она мне помогла определиться тем, кем я хочу стать. И вот... Это вы понимаете, что вы сейчас серьезную такую вещь затрагиваете, что это очень важный момент? Ну, пока я себя, я чувствую, что я хочу стать тренером. Возможные взгляды изменятся, но пока я хочу вот так. А будете продолжать участвовать сейчас в соревнованиях? Конечно. Какие следующие у вас серьезные готовы? Перенества России. Перенества России, да? В Старом Аспаре. Ну, а как оно проходит, Перенества России? Все то же самое, только не такой жесткий отбор, как на Спартаке. Да, так все практически. И чуть-чуть квалификация ниже спортсмена. Соответственно, она более массовая. Ну, соответственно, там тоже сильные соперники, сборники, девчата, ребята. То есть есть к чему готовиться. Лидия, последний к вам вопрос, и будем прощаться. А сколько же вы тогда, ну, не знаю, вы когда-нибудь увеличиваете, сколько раз вы поднимали-то эту уже ледяку? Или на тренировке сколько раз вы ее поднимаете? Ну, чтобы мы вот цифру эту... Сколько тренировка идет нормальная такая? Ну, полтора-два часа. Полтора-два часа? Да. Ну, понятно, что вы там где-то, какие-то упражнения, сами подъемы, сколько их происходит? И толчок, и рывок? Ну, около трехста за тренировку, получается, выходит. Триста раз? Триста раз это за тренировку, а если это помножить, сколько тренировки проходит в неделю? Четыре, если я дома нахожусь, и около восьми на сборах. Ну, вот считайте, 1200 минимум в неделю. Ну... Там еще зависит от того, насколько состояние, насколько легкая тяжелая тренировка. Ну, понятно, что-то... Ну, от ста до трехста. Ну, мы должны вызвать у людей, представляете, что происходит. Это прямо... Мы желаем вам отличного выступления, хорошего учебы, чтобы вы уже пришли к нам со временем как тренер с чемпионами, желательно с олимпийскими. Олимпийскими, да. Это наша мечта. Да, чего мы и Кириллу Андреевичу тоже желаем, заводскому, спортивная школа Олимпийского резерва, тренер сборных женских команд России по тяжелой атлетике, а также Лидия Соколова, серебряная и бронзовая призерка Европы, чемпионка уже России и победитель самой свежей спартакиады учащихся России 2022 года. Большое вам спасибо за то, что вы такие молодцы. Мы следуя, пользуясь случаем можем, да, два слова сказать. Мы при подготовке хотели бы сказать спасибо, ну, понятно, администрации города Люберец, нашему директору Троицкому Леониду Александровичу. В принципе, всем помогает, никогда ни в чем не отказывает в плане и командировок, и каких-то соревнований, в общем, полную поддержку чувствуем. Ну и всех приглашаем в наш зал тренироваться. И добиваться успехов. Да, в Люберецком ДК у нас находится зал, так что всех детей. Да, тем более теперь можно прикоснуться к тем самым снарядам, которых касались руки чемпиона. Да, да. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Певденко. До свидания.